Приветствую всех! Меня зовут дядя Митя, ее зовут Юля. И мы сейчас прогуливаемся по ночному городу Воронежа, а именно по проспекту Революции. И тут прошла новость, что проспект Революции хотят все-таки сделать пешеходным. Ну, как есть такая петиция, создают, чтобы сделать ее пешеходной улицей, хотя бы на выходные дни. И мы решили прогуляться и осмотреться, потому что, раз такая новость появилась, нужно ее осветить всем. Я считаю, что нужно это сделать. Многие люди хотят именно гулять по своему городу, видеть прекрасные здания, которые находятся в центре, с красивой подсветкой. Кататься на велосипедах по центру улицы. Да. Это когда еще такая возможность у тебя появится? Да. И уже есть такая перспектива. Вот в городе Краснодаре делают такие улицы пешеходными, центральными, выходные дни. А чем мы хуже, чем Краснодар? Я думаю, мы наоборот лучше. Мы столица Черноземья. Мы должны это сделать. И обязательно. В ближайшем будущем. А еще здесь нашли плитку, которой 200 лет как минимум. Она лежала под этим слоем асфальта. Ее, кстати, не стали убирать. Ну, а как ее будут убирать? Она же на ней асфальт лежит. Ну, ее хотели убрать. А историки взбунтовали, сказали, что это нельзя, вы что, это же культурный слой, наше наследие. Создали петицию для восстановления исторической плитки, чтобы она находилась именно в центре. Но наш государственный, наш губернатор ответил, что это невозможно, потому что там она уже практически вся разрушена, ну, 90%. И если ее воссоздавать, это будет все заново. Вот такая вот, к сожалению, вещь. А также неровность еще под этой плиткой. Это надо будет все выравнивать, чтобы ее обратно восстановить. А я согласна с губернатором, что ее даже не надо восстанавливать. Хотя бы по причине того, что ты будешь ехать, вот эти постоянные кочечки, прыг-скок-прыг-скок на машине. Да это вся подвеска у тебя останется. Ну да. Это когда были живые повозки, на телегах скакали, на лошадях, то, может, это было и актуально, то, что плитка должна быть. А также в центре города еще у нас хотят заменить тротуары. Тоже в ближайшем будущем. Не знаю, в этом году и заменят, не заменят. Точно не могу вам сказать. Но в планах реконструкции проспекта революции это все содержится. Почему мы решили погулять именно по ночному городу Воронежа? Так как это все-таки неповторимая атмосфера. Где не ездят машины? Тишина. Ты можешь полюбоваться на подсветке зданий, которые сделали у нас в прошлом году. И в этом году, я не знаю, будут дальше продолжать, не будут. Но есть многие дома, в которых подсветки еще нет. А так, конечно, где есть подсветка, дома сразу смотрятся оригинально. И в ночное время приятно ездить здесь на машине и глядеть по сторонам. Так что, ребят, вот такая тоже мини-экскурсия по ночному городу Воронежа, по самому центру, по проспекту революции. Мы прогулялись сейчас. Видим то, что здесь продолжаются дальше работы. И будем ждать то, что когда-нибудь все-таки дойдет до нашего губернатора. То, что нужно именно сделать, это пешеходной дорогой. Чтобы в субботу, воскресенье, хотя бы могли здесь люди ходить, гулять, кататься на велосипедах. Но соблюдая все правила дорожного движения, конечно. Кому понравилось мое видео, не забывайте на меня подписаться. Меня зовут дядя Митя, ее зовут Юлия. Всем удачи и пока!